В арабских странах произошло несколько революций. Они произошли при содействии посредством социальных сетей. То же самое сейчас происходит и у нас. В принципе, Facebook, Twitter и другие социальные сети, они активировали вот это движение, которое долгое время промывалось другими террористическими организациями, опосредованно связанными с этим. Значит, они используют достижение современного мира, скажем так, в нашем враге, и объявляют нам войну. Должны ли мы вести вот эту цивилизованную войну с ними? Или как на войне, как на войне? Потому что то, что сейчас происходит в Израиле, то есть мы, мягко говоря, церемонимся. Мягко. Я не думаю, что вообще... Вы можете делать все, что хотите, между нами говоря, товарищи. Если вы меня спрашиваете, как габаристы, ничего не поможет. Только если действительно есть угроза жизни и смерти, тогда надо резать в ответ. Как? А как? Как угодно. Как угодно, ни с чем не считаясь. Но это одновременно с тем, что ты будешь внутренне двигать народ к объединению. Тогда все в мире постепенно-постепенно-постепенно станут менять о тебе свое мнение. Потому что ты через свое объединение завязан на весь мир. И ты тогда будешь всему миру транслировать совершенно новые силы, добрые силы, взаимного объединения, в чем весь мир так нуждается. А без этой силы объединения он движется к войне. И все это понимают, все это знают и ничего не могут сделать. Потому что кроме тебя, кроме народа Израиля, никто не обладает свободой воли. И поэтому тебя в этом упрекают. Ты представь себе мир, который смотрит на тебя и видит, что он зависит полностью от тебя. А вот ощущают подсознательно народы мира, что они зависят от Израиля. Ощущают подсознательно. Почему они все обвиняют тебя в том, что ты виноват? Это же не просто так. Это внутренняя ненависть. Это внутреннее ощущение зависимости от тебя. Зависимости. То есть, если я говорю все время, что я завишу от какого-то человека, я его боюсь, я его ненавижу, он постоянно у меня в голове, я не знаю, что мне с ним делать. Это то, что они ощущают относительно нас. Это факт. Что же с этим делать? То есть они нас боятся? Не боятся, зависит от нас. Боятся в том смысле, что, с одной стороны, они чувствуют, что они не могут нас уничтожить. Вот если бы могли, они бы стерли нас с лица земли. Вот полностью. Они уже пытались. Пытались, не получается. Они чувствуют, что это невозможно. Ты почитай даже их великих антисемитов. Генри Форда и прочих. У нас есть на эту тему много материалов в нашем сайте. Каббала.инфо. И на русском языке. Так что дело не в этом. Дело в том, что ощущение беспомощности перед Израилем, оно подсознательно ощущается каждым. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...